Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой озвучил новый прогноз по коронавирусу в стране. По его данным, при пессимистическом сценарии Минздрав прогнозирует до 11 тысяч случаев заражения в сутки. Он отметил, что эти прогнозные расчеты проводятся каждые две недели. Сейчас мы прогнозируем, что у нас порядка 6600 случаев в сутки, может быть, при оптимистичном сценарии. Это уже в августе месяце на пике до 9 тысяч при реалистичном сценарии в сутки и до 11 тысяч при пессимистичном. То есть такие прогнозы мы приводим еще в динамике. Мы смотрим, какая возможность будет нашего кочного фонда. И здесь соответствующие меры принимаются. Министр здравоохранения рассказала о том, при каких условиях в Казахстане могут вновь вести локдаун. Если ситуация достигнет 70% уровня заполняемости коек и при этом не будет дополнительной возможности развернуть новые больницы, то есть система перегреется, будет коллапс, система здравоохранения, конечно, но мы адресно в разрезе конкретного региона будем принимать жесткие меры вплоть до локдаунов. Глава Минздрава отметил, что есть договоренности с компанией Pfizer о поставке 2 миллионов доз вакцины. По предварительной информации, вакцину Pfizer начнут поставлять в Казахстан в четвертом квартале. Сой сказал, что Pfizer планирует прививать детей и подростков, но только в добровольном порядке. Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерстве с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. У нас, к сожалению, мы для взрослых даем такую возможность, а для детей сейчас у нас нет такой возможности помочь им. То есть это право выбора родителей. С 12 лет сейчас рекомендовано применение вакцины Pfizer. По словам Алексея Цоя, к сентябрю планируется привить еще 5 миллионов человек населения. Напомним, на сегодня привито в Казахстане 4 миллиона 965 тысяч человек. Алиадас Магомбетова, Валерия Зиновьева, РТН.